Стамповать поролонных мастеров спорта нам не нужно. Нам нужны качественные мастера спорта. Запомните. Что нужно сделать, чтобы получить мастера спорта по Невазе? По Невазе? Что нам нужно сделать? У нас такой норматив там получается. Нужно выступать регулярно на первенствах, на чемпионатах. Попасть в тройку на России. Да, в тройку на России. Попасть в тройку на России или занять первое место на российском турнире при количестве участников и регионах. Не меньше 20 регионов должно быть и не меньше трех пакет. Должна быть судьи всероссийской категории, которая входит в коллегию Российской Федерации, Союзной и Российской Федерации, не менее двух у нас, да? Да. Три судьи должно быть не менее, чем всероссийская категория, не меньше. Ага. Так, тогда следующий вопрос. А что нужно получить, чтобы КМС получить? Что нужно делать? КМС занять первое место в своем субъекте. То есть для Москвы, это город Москва, а для любой области это первое место на чемпионате своей области. Либо стать победителем первенства России по юниорам, там, юношам, девушкам, и стать победителем, да. Для взрослых, для взрослых самый быстрый вариант это стать победителем области. Но при этом он должен быть не менее второго разряда взрослый. Уже оформлено. Так, переходим дальше тогда. А что такое разряды и как их получать? Разряды? Блин, ты такие вопросы не задаешь. Это разряды, это норматив. Разряды – это степень, показывающая определенный уровень мастерства спортсмена. Уровень его, правильно я сказал. Да. И для того, чтобы спортсмен начал выполнять разряды, его клуб должен вступить в федерацию. И он должен принимать участие в турнирах, которые проводит федерация на территории города или области. У него сначала идет третий разряд, он выполняет, потом второй, потом первый. Но если он, например, одержал... То есть там каждому разряду нужно определенное количество побед набрать. Не меньше восьми над предыдущим. Если у спортсмена, например, там, четыре победы над первым разрядом или КМС, да, то можно проскочить стадию третьего разряда и присвоить ему сразу второй. Абам. Но опять-таки ему надо набрать в течение года не меньше восьми побед, либо четырех побед, но над разрядом выше. То есть восемь побед над вторым разрядом, либо четыре победы над первым КМС, там, мастерами, международниками. Еще немаловажный момент есть, то, что у нас эти разряды, они не закреплены, и если мы там в течение какого-то времени не повышаем, соответственно, надо будет заново участвовать, подтверждать эти разряды. Это третий, второй, первый КМС. Не подтверждается только мастер спорта. Каждый период, да. Но самое главное, любить тем, что вы занимаетесь, а не так, чтобы бегать за разрядами и набраться огромного терпения. Вот самое главное. Это то же самое, как пояс, тебе же никто пурпур сразу не вручит, когда ты пришла в зал, да, и это глупо ждать. И здесь то же самое, здесь надо запастись терпением и работать над собой, и работать, побеждать. Короче, сколько я тут всего интересного узнала просто за обедом, вы не представляете. Жаль, все это нельзя будет показать нам больше фрикс, потому что этот настоящий спорт, это просто неимоверная огромная машина, и мне из бразильского джиу-джитсу, которым я начала заниматься, даже не верилось в принципе, что я могу когда-нибудь сидеть рядом за столом с такими людьми. Сфишемся, ребят. Спокойной ночи. Пока-пока. Завтра-завтра. Будем воевать завтра. По куче счастливых лиц вокруг, да, по спящим в креслах спортсменам можно понять, что организация организована прям идеально. Секрет побед Артуру Старханову. Используем современные технологии для восстановления после схвата. То есть, а если у тебя отобрать эту штуку, то будет своими? Надеюсь, что нет. Точно нет. Законяй свое тело для полезного тела, чтобы родине верно служить.